Смотрите выпуски «С верой в жизнь»! Сотни биробиджанцев пришли в Кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Вербное Воскресенье. За честную конкуренцию и развитие состояния инвестиционного климата в ЯО обсудили представители бизнес-сообщества, агентства стратегических инициатив и властей региона. Живая классика в Биробиджане назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов. Вход Господний в Иерусалим, больше известный в народе как Вербное Воскресенье, отметили православные в Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число двухнадесятых – главных христианстве. В южных странах атрибутом праздника являются пальмовые ветви, но в России их заменили вербы. Истарие эти растения наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. За неделю до Пасхи у православных христиан великий праздник – вход Господень в Иерусалим, который на Руси получил название «Вербное Воскресенье». Воспоминание о том, как Христа встречали жители Иерусалима, срезая пальмовые ветви. Мы в этот день стоим на богослужении с ветками вербы, которая к нынешнему времени распускается на Руси. И вот эта ветка символизирует победу Христа над смертью. Главной и основной традицией праздника является освящение веточек вербы. Раньше, прежде чем принести вербы в церковь, их украшали цветными нитками и перьями. Считалось, что веток должно быть ровно столько, сколько человек в семье. Освященные букеты из вербы ставили рядом с иконами, делали из них обереги и просто украшали дом. Вербное Воскресенье – это вера в то, что добро победит. Любовь всегда побеждает, и мы искренне все-все-все этого очень желаем. Через несколько дней будем встречать великий самый праздник праздников – это Пасху. Когда воскресенье будет Господне, то есть воскресенье человек, который спасет мир, который будет нас учить людей любви и уважения друг к другу. 10 апреля началась Трастная Седмица. Каждый день светлой пасхальной недели окружен обрядами, традициями и ритуалами. Завершится она торжественным богослужением и встречей Светлой Пасхи 16 апреля. Софья Генатулина, Денис Денисов, Новости 21. Состояние инвестиционного климата, содействие развитию конкуренции и предпринимательства в ЕАО обсудили на прошедшем заседании Совета в правительстве автономии. По итогам прошлого года в рейтинге, отражающем индекс административного давления на бизнес, ЕАО находится в группе регионов со средним влиянием. 31-я позиция из 85 по России и третье место по Дальнему Востоку. Принимаются необходимые меры по улучшению инвестиционного климата в регионе. Расширена ТОР «Амур-Хинганская» для реализации программы «Дальневосточный квартал» – это 34 гектара. Строительство индустриального парка «Шалом» – 120 гектаров. Общий объем инвестиций в проекты оценивается порядка 60 миллиардов рублей. Также для организации новых производств на прилегающей территории Трансграничного моста в Нижнеленинском планируется выделить порядка 20 земельных участков. Предполагается, что запуск и развитие этих проектов позволит привлечь в ЕАО дополнительные серьезные инвестиции. При этом региональные власти сохраняют высокий уровень господдержки малого и среднего бизнеса. С 2021 года мы используем новые инструменты государственной поддержки проектов, такие как инфраструктурные кредиты, бюджетный кредит. В целях государственной поддержки бизнесу правительством области на базе центра «Мой бизнес» оказано свыше 8200 услуг, более чем для 3600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Руководитель представительства агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова отметила благоприятные условия для развития бизнеса и обозначила моменты, на которых еще нужно сосредоточиться. Безусловно, важно сосредоточиться на регуляторной среде. Это все разрешительные процедуры. Предпринимателям должно быть быстро и комфортно также подключать все объекты к теплу, к воде, водоотведению, к электросетям и, соответственно, получать землю либо с торгами, либо без торгов, чтобы это было прозрачно и одинаково для всех. В еврейской автономности достаточно хорошие показатели. Мне кажется, что здесь надо темпы эти сохранить. Напомнила Ольга Курилова областным предпринимателям и о предстоящем форуме сильные идеи для нового времени. От бизнес-сообщества автономии ожидают идеи и инициативы, которые будут способствовать развитию не только региона, но и России в целом. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. «Живая классика» – самый масштабный детский литературный проект России для школьников пятых-одиннадцатых классов. Участниками регионального этапа стали 16 чтецов из всех районов автономии и областного центра. Ребята выбрали отрывки из прозаических произведений зарубежных и русских писателей. Часто звучала военная тематика. Отрывок из повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая» прозвучал в исполнении Татьяны Малютины. Голос, развозясь с немцей, держа в руках острые вилы, молчишь, повторила она, чего не знаешь и сказать ничего не можешь. Музыкальное сопровождение и костюмы создавали атмосферу времени. Анелли Казакова из «Села благословенная» для прочтения отрывка из сказки «Алиса в Зазеркалье» выбрала стиль театра одного актера. А вычитание знаешь? Из восьми девять сколько будет? Не знаю. Но зато вычитание не знаешь. А деление знаешь? Раздели бухоньку хлеба на нож. Что получишь? На выступление отводилось от трех до пяти минут. Не только этот критерий играл роль в профессиональной оценке жюри, которые составили педагоги, преподаватели актерского мастерства, режиссеры театра. Мы прислушивались точки зрения этих людей, когда наш ребенок переигрывал. То есть крик в зал, школьник не видел глаз тех зрителей, которые его слушали. Ну и кроме того, наверное, малое прочувствование того эпизода, который читался. Безусловно, снижались баллы за временные рамки. Подводя итоги, члены жюри дали несколько профессиональных рекомендаций чтецам. Ошибкой судьи посчитали также произведения, из которых ребенок вырос. И, конечно, снижали баллы за орфоэпические и акцентологические нарушения. Жюри предоставило слово и педагогам-участникам. Они обменялись опытом с коллегами по поводу упущений со стороны самих наставников. Это работа учителям очень-очень большая, скрупулезная. Правильно научить ставить ударение, проверять детей, прежде чем они вот сюда выйдут. Правильно ставить ударение или нет. В результате подсчета баллов трое чтецов были отмечены почетными дипломами лауреата конкурса «Живая классика». Руслан Глушенков, Валерия Левхина и Ульяна Болтажиева в мае представят область на финале в Артеке. Екатерина Кувалдина, Денис Денисов. Новости 21. Смотрите далее. Выше, весело, все вместе. Спортивный праздник устроили для детей с ОВЗ серебряные волонтеры ЕАО в День здоровья. Экология по Арсеньеву. Урок 1-й Преамурский госуниверситет имени Шава Малихима стал площадкой Всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали серебряные волонтеры комплексного центра социального обслуживания ЕАО «Всемирному дню здоровья». Площадкой для мероприятия стал один из батутных парков областного центра. Конкурсы эстафеты прошли в два этапа. Первый этап был разминочный, он проходил в обычном классе. Здесь его полностью готовили серебряные волонтеры. Они отрабатывают это. Им очень интересно получать атмосферу праздника от этих ребят, сделать что-то значимое в их жизни. То есть все равно праздники в любом случае, это всегда для ребенка, в каком бы возрасте он ни был, это праздник, это положительные эмоции. Праздник с активными и спортивными играми проводится уже третий год. Но в этот раз к членам городского общества инвалидов присоединились еще и воспитанники Волгеймского дома-интерната. Ребята разделились на две смешанные команды. Соревнования прошли в напряженной атмосфере, никто не хотел уступать. В итоге победила дружба. Все было красиво, все супер, все классно, вообще мне все понравилось. Еще бы таких побольше бы конкурсов, интересных, вообще было бы супер. А так мне все понравилось. И стафеты, смешанные команды, все мне понравилось. Это далеко не единственный пример работы сотрудников Центра социального обслуживания ЕАО. В год педагога и наставника большое внимание уделяется взаимодействию серебряных волонтеров с подрастающим поколением. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Более ста человек в Биробиджане приняли участие в ежегодной акции «Тотальный диктант-2023». Место проведения – учебные аудитории Преамурского госуниверситета имени Шолома Лейхима. Главный вуз автономии уже в восьмой раз принимает у себя участников просветительской акции. В этом году она уникальна тем, что текст для диктанта взят из произведения дальневосточного писателя и журналиста Василия Авченко. «Написал он этот текст про Арсеньева, про путешественника, который изучал наш Дальний Восток. «Экология по Арсеньеву» называется текст диктанта. Я думаю, это очень почетно для дальневосточников. Ну и, конечно, как всегда, мы диктант Дальний Восток начинаем первый. То есть все еще пока готовятся к этому, а мы уже в процессе». Состав участников «Тотального диктанта» весьма разнообразный. Среди них школьники и студенты, педагоги, госслужащие и пенсионеры. Для многих из них такая акция по проверке грамотности уже стала доброй традицией. «Мы забываем, как писать ручкой и рукой. Мы привыкли на кнопочки нажимать, конечно, нужно вспоминать. Ну и русский язык, конечно, не только говорить техническими словами, но и родную речь послушать. Тем более писатель дальневосточный наш в этом году представляет свой текст. Интересно, о чем люди пишут на Дальнем Востоке». Узнать свои результаты участники смогут 15 апреля в личном кабинете на официальном сайте акции. Там же все желающие смогут оформить сертификат участника «Тотального диктанта». Никита Натапов, Софья Геннатулина, Денис Денисов. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова